Добрый день дорогие подписчики, с вами снова как обычно Михаил Игоренков, рад приветствовать вас на этом подкасте. Я сразу просто отмечу, что планировал записать обзор прошедшего турнира еще вчера, грубо говоря, вечером по своему времени, но по некоторым причинам у меня этого сделать не получилось, и я это буду делать сейчас. Сейчас у меня 5 часов утра, лучше времени, как говорится, не нашлось, поэтому я веб-камеру подрубать, сорян, не буду, я сижу такой на расслабончике, слегка сонный, у меня тут кружка кофе, я буду даже, наверное, не тороплив, вот, и постараюсь более или менее подробно рассказать про все, то есть какие были ставки, что конкретно по боям меня удивило, что мне понравилось, что не понравилось, судейские заплеты, действия рейфери, перспективы бойцов, все как обычно. Все как всегда. Если у вас опять-таки какие-то вопросы, останутся мнения, вы сразу же можете их написать в комментариях, я на нормальный комментарий, в принципе, даже отвечаю иногда, вот, и естественно, что-то я могу забыть, что-то я могу упустить, поэтому сильно говном как бы не бросайтесь, и если вы с чем-то не согласны, то это ваше право, но не надо свою точку зрения, как бы, да, как некую истину продвигать, когда это почти всегда не так. И при том, что мое мнение тоже никогда не истина. Ну вот, перед тем, как начнем, хотел бы, в общем-то, сказать спасибо тем ребятам, которые поддержали не только лайком, комментарием, там, и в целом добрым словом, но также еще и донатами, то есть во время эфира и перед турниром. Прилетело два доната, один от Фады, тысяча рублей, с комментарием на ход ноги, спасибо большое, и второй донат получается от Малюты, два косаря, с комментарием благодарность от Большого Брата, продолжаю делать красиво, дерзко, жестко, уверенно, Буэно Фортуна. Спасибо большое, ребят, за поддержку, вот, в любом случае, конечно же, она помогает. Ну вот эти вот донаты, которые здесь, бегущая строка на экране висит, это, в общем-то, вот те ребята, которые через Donation Aller скидают, ссылка в описании под каждым видео висит, так что, опять-таки, если есть возможность и желание, главное желание материально поддержать, естественно, вы можете это сделать, я буду лишь только благодарен. Вот, как-то так. Теперь давайте, в общем-то, перейдем к разбору этого турнира. Если честно, ожидал от него я немного, потому что, как всегда, в таких ярких номерных туриках есть там один-два боя в главном карте, которые реально чего-то стоят в плане спортивной составляющей, в плане какого-то хайпа, интереса. В основном карты стараются забить, возможно, дерьмом, очень часто там бойцы, которые, условно, там, одной, а то и двумя ногами на увольнении. Какие-то дебютанты бывают, иной раз, да, залетают. Ну, в общем, здесь примерно карт получился плюс-минус вот такой, не особо сильно супер насыщенный. Тем не менее, и подкасты были, естественно, записаны с бесплатным прогнозом, с платными, скажем так, рекомендациями для клиентов. Пакет прогнозов платный был составлен. По всем параметрам получился плюс, не везде стопроцентный заход, естественно, но об этом, в общем-то, по порядку сейчас и начнем. Открывал у нас карт поединок весовой категории до 57 килограммов Жалгаз Жумагулов против Джерома Риверы. Поединок, мягко говоря, был сомнительного качества, потому что, с одной стороны, мы имели в лице фаворита Жалгаза Жумагулова, идущего на серии поражений в UFC, и, мягко говоря, не демонстрирующего ничего хорошего в тех боях, в которых он проиграл. То есть, это везде какая-то задняя передача, вот, как говорится, тактика не шагу вперед, мягко говоря, достаточно сомнительная. А с другой стороны, Жером Ривера, который, в общем-то, и пробитый, и по кардио вздыхающий, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Жалгаза, конечно же, в качестве фаворита, там, за 1.2, там, за 1.3 забирать абсолютно никак не хотелось. Вот, хотя отмечаю тот момент, что конкретно на этом турнире париматч очень сильно глючил в лайве, и очень много подарков всевозможных пихал. И, в частности, здесь, в лайве, они открыли, по-моему, Жалгаза что-то типа там за 1.5, или даже, по-моему, чуть выше, я сейчас точно не помню, потому что сам я не забирал, Жалгаз мне был неинтересен, не был бы даже за, не знаю, за 1.6. Ну вот, но ребята, естественно, кто соблазнился, те взяли, вот, и, мягко говоря, мало кто по этому поводу пожалел, естественно. Что касается самой победы, ну да, были мне мысли, конечно, по поводу ТМки в этом поединке, но все упиралось именно в то, что, как бы, Жалгаз, Жалгаз, он конкретно даже в этом поединке, как вы помните, сам не агрессировал, опять включил эту заднюю передачу, если бы его оппонент вот так вот бездумно не бросался вперед, то, возможно, мы бы реально досрочки не увидели, так что здесь досрочная победа, это скорее результат действия Жерома Риверы, чем, соответственно, да, там, какой-то там реальный мув от Жалгаза Жумагулова. Перспектив у Жалгаза в UFC как не было, так и нет, потому что эта победа, она, по большому счету, просто его, мягко говоря, немножечко отодвинуло от увольнения, если бы он реально думал от своей карьеры, о том, как он будет выступать в ближайшие лет 5, самым умным для него мувом было бы вот сейчас после победы, пожалуй, возможно, единственное в UFC, потому что таких мешков, как Жерома Ривера, немного, да, и вряд ли ему еще подкинут такого. Я бы порекомендовал ему уволиться, вернуться обратно в Fight Nights и провести реванш тысячелетия с Алибо Гаудиновым, вот, как-то так. Ну, или хотя бы сейчас выпросить матч-реванш, ну, чтобы выпросил матч-реванш Тагир Уланбеков, чтобы они в рамках UFC как бы подрались, и это хотя бы будет как-то интересно отечественному зрителю. Кстати, да, переходя к следующему поединку, хотел бы отметить, что были у меня мысли, на самом деле, помимо основного прогноза, который я дал бесплатку, о котором буду говорить позже по поводу мейн-ивента, были еще мысли, кстати, дать ставки там на какие-то события типа, а сколько будет там это срочек в карде, там, и так далее, то есть общие такие на турнир ставки, думал бесплатку парочку запихать, но я потом подумал, да по-любому кто-нибудь нахер слетит, снимется, и ставки в любом случае рассчитают с возвратом, поэтому нахер мне это надо. Ну, так оно и получилось, проснувшись перед турниром, я увидел, что бой Юйя Озонг и Алиана Медовского отменен из-за ковида, так что, как говорится, предчувствие меня не обманул. Следующий поединок был в среднем весе, Брэд Товарес против Амария Ахмедова. Товарес в этом противостоянии шел фаворитом, фаворитом вполне себе по делу, вот, и я, собственно, единственное, почему я его не забирал, потому что коэффициент был маловат. Ближе к турниру прогрузили, за 1,6 было совсем-таки неинтересно, вот, но что хочу отметить по поводу самого поединка. С учетом заплета от Товареса, там, от пропущенного удара и так далее, я первый раунд отдал Амарий, вот, при этом я, в общем-то, как бы и второй раунд на самом деле отдал Амарий, потому что концовку именно Товарес очень жестко слил, имеется в виду не то, что последний какой-то эпизод или так далее, а реально, да, он не включался, то есть он поначалу вроде более-менее что-то начал показывать, казалось, Амарий подустал, но потом Товарес сам нажал, скажем так, на стоп-кран, а Амарий как раз-таки где-то в последнюю минуту-полторы подзарвался, атаковал, шел вперед, и я не отдал лично сам Товаресу второй раунд, вот, но в третьем там, конечно, тоже, поначалу было более-менее конкурентно, а потом уже под конец началась ебка конкретная Товареса. По моим карточкам, по моим карточкам, победу одержала Мария Ахмедов 29-28, тоже там кто-то начал тут же в комментариях всплывать, типа, да ты куда смотрел, да ты вообще что-то несешь, да там Брат Товарес 30-27, ну, по факту, судьи на самом деле здесь реально разделили свое мнение, получился сплит-десижн, раздельное решение 28-29-29-28, соответственно, двое судей в сторону Брата Товареса, один в сторону Мария Ахмедова, и, ну, как бы, я бы не то, чтобы сказал, что это какой-то был щит или грабеж, было близковато, да, то есть, как бы, ну, лично, как по мне, исходя из того, что я видел, как бы, да, на экране, время трансляции, мне показалось, что Мария Ахмедов все-таки для победы сделал больше, но, опять-таки, здесь как-то спорить там, или говорить, что да там Товарес его разъебал, или Мария Ахмедова ограбили, нет, это не той категории бой с петуха, она и в Африке с петуха, как говорится, варианты были отдать победу и в ту, и в другую сторону, да, я, кстати, напоминаю, что я по ходу турнира веду, соответственно, лайв-трансляцию, вот, так называемую текстовую, да, в Телеграме, вот она перед вашими глазами, просто специально листаю, чтобы вспоминать, что было, какие скорые я давал и так далее, вот, то есть, я после каждого раунда очки как бы прописываю, там, кому как отдали, какие-то нюансы по ходу боя, там, что происходит и так далее, потому что, ну, не все могут смотреть трансляцию, да, кому-то важно знать мнение, плюс я здесь какие-то рекомендации даю сразу же, ну, я не все там даю, закрытый лайв-чат для клиентов, вот, и самое главное, на самом деле, в чем прикол Телеграма, мы же еще параллельно сидим в текстовом чате, там, 700 с лишним человек, да, но понедел во время трансляции там не 700 человек, конкретно пишет активно, да, большая часть редонли сидит, но также есть еще голосовой чат, там, у нас чуть сидело 36-39, около 40 человек, ну, так, примерно в среднем на турике, и это помогает, на самом деле, достаточно бодро лавить, потому что ты, когда один, особенно с телефона, ну, некоторые, ну, очень многие просто с телефона сидят, не я, я как бы за компом, у меня тут все достаточно хорошо организовано, так вот, они не могут одновременно мониторить, что, где, как творится, что происходит, да, там, и, а здесь мы сидим, по сути, толпой, достаточно массовой, ну, такой большой кучкой активной, да, и тут же мониторим, там, где, что, какой каэф появился, где закрыли, где открыли, то есть, мнениями делимся, и это иногда дает очень хороший результат, я бы сказал, даже очень часто дает хороший результат, вот именно такая работа в коллективе. Не то, чтобы я говорю в плане, что там все эксперты, и каждый там, ебать, выдает супер-мега-аналитику, банально, банально, ты, когда один, ты за всем уследить можешь, просто не успеть, а здесь параллельно мониторится просто в 35 рыл, да, где, что, в какой БК происходит, где, кому, что, как дают, дали, там, рассчитали, не рассчитали, и так далее, и так далее, это очень сильно упрощает именно, да, дело. Так вот, по поводу Тавараса, Самария, все сказал, следующий поединок был женский бой, Дженнифер Майя, Джессика Ай, и здесь вот, пожалуй, тот бой, который, ну, откровенно говоря, меня немножечко так разочаровал именно в плане судейства, я объясню одну простую вещь, то есть, да, поединок дошел до решения, прошел все три раунда, единственный, который ущерб тут более-менее ощутимый был, это рассечение большое на лбу Джессики Ай, но и то это рассечение было получено не в результате удара рукой, локтем, там, коленом, а при столкновении головами, то есть, это даже, ну, за какой-то ущерб считать нельзя в плане, там, нанесенной Майей Джессики Ай, это как бы, ну, типа, блядь, вообще-то нарушение, да, когда кто-то кого-то бьет головой преднамеренно, вот, но здесь, типа, на встречном движении, ну, и, собственно, как говорится, ничего с этим не попишешь. Далее, если вы посмотрите, например, по ударам, то вы увидите, что Дженнифер Майя, в общем, не перебила Джессику Ай, если мы, как бы, отталкиваемся от неофициальной статистики на официальном сайте, и здесь нюанс в том, что, как бы, я, например, говорю, допустим, что Вася перебил, там, да, Петю, а другой человек говорит, что нет, Петя перебил Васю, и здесь нужно тогда просто пытаться какую-то объективную точку зрения найти, более или менее как-то свести все это, да, одно к другому, и в данном случае можно, там, отчасти положиться на статистику, потому что, ну, все-таки, да, она более или менее бьется с реальностью, и в данном случае вы увидите, что по раундам, типа, в первом раунде 35 на 34 всего по ударам, акцентирован 34 на 4 плюс тейкдаун от Ай, во втором раунде 36 на 36 плюс тейкдаун от Ай, и в третьем раунде 34 на 31 в пользу Ай по ударам. Если вы, например, смотрели к тому же еще поединок, то могли бы заметить, ну, там только еблан слепой не заметит, что Джесси Дженнифер Майя подавляющую часть боя работала на задней передаче, то есть она отдавала контроль октагона, то есть весь прессинг, работа первым номером, все было Джесси и Ай, фактически на всем, на всей дистанции этого поединка. И в ответ я слышу, например, некоторые комментарии, вижу там на уровне, да, что там Джесси Кайя била, по воздуху пиздила, а вот у Дженнифер Майя удары были мощнее, да, но где они были мощнее, как они были мощнее, непонятно, то есть, грубо говоря, у человека просто вот какая-то своя картина в голове, какой-то фильтр строит, где он удары Майя видит, а удары Ай не видит, да, и это все на уровне, вот я тоже приводил аналогию, когда фанаты Эйсей всплывают, начинают пиздеть, что типа Эйсей там самая лучшая организация в мире, а когда пытаешься понять, почему, задаешь вопросы, слышишь аргумент типа, ну, у них бои зрелищные, чем они зрелищные, чем они лучше боев, например, того же самого Беллатора, там, или, не знаю, UFC, там, или, да, чего угодно, того же самого Файтнайтса никто объяснить не может, просто они зрелищные, как бы, ну, вот такие аргументы, аргументные аргументы, поэтому я, как бы, привожу, в пример, мы, допустим, слова того же самого Биг Джона Маккарти, то есть, когда в 17-м году ввели новые унифицированные правила, Пашка, один из подписчиков сплита, тот самый Паша, да, договорился с человеком, который, в общем-то, профессионально занимается переводами видео, и, ну, как профессионально, в кавычках профессионально, именно имеется в виду больше так даже, он дотошно подходит к переводу и старается прям передать действительно тот смысл, который есть, и там было достаточно хорошо переведено видео, где Маккарти объяснял нюансы судейства по новым унифицированным правилам, почему он объяснял, да потому, что он составлял отчасти и старые правила, и новые, в том числе, это одна из таких самых ключевых фигур вообще в мире ММА, и он объяснял суть судейства, и она заключается в чем, что прежде всего оценивается работа в стойке, удары, то есть, всегда акцентированы жесткие, четкие попадания, да, которые потрясали там оппонента, заставляли там голубу его откидываться там, и так далее, и так далее, да, то есть, ну, там есть еще, как бы, пункты касаемо, там, грэплинга эффективного, да, то есть, не просто тейкдаун, и где оппонент сразу встал, а тейк, последующий какой-то контроль, именно топ-позиции, не залеживание в гарде, и так далее, да, ну, естественно, работа на земле, и он дальше приводил пример, что вот если по этим параметрам, по стойке и по эффективному грэплингу не удается явно определить победителя в раунде, начинают подключаться второстепенные факторы, такие как работа первым номером, вот как раз-таки, да, контроль октагона, и так далее, и вот по этому поединку, что я вижу, то есть, Дженни Фирмайя не перебила Джессику Ай, в том числе, блядь, по акцентированным ударам, по каким-то жестким, при этом она полностью отдавала ход боя, октагон, контроль, там, работу первым номером и так далее, то есть, она в целом отдала ход поединка своей оппонентке, и не смогла ее перебить, при этом еще, к тому же, она отдавалась на тейкдауны, то есть, да, это не супер-мега какой-то фактор, там, и сейчас, там, не 2008 год, когда борьба с супер-мега-риллей решала, там, в глазах судей, но тейкдауны были, и это то, чего не было у Майи, то есть, судья банально видит, что идет бой, бойцушки бьют друг друга, одна не перебивает другую, другая, вроде как, не перебивает первую, там, да, то есть, более-менее паритет, но при этом одна постоянно прессингует, нажимает, работает первым номером, и еще сверх того проводит тейкдаун. Я не понимаю, как в рамках правил, не в рамках чего-то мания, мнения, да, личного и так далее, а как в рамках правил Майя в этом поединке одержала победу, как по мне, этого быть не должно было, вот, ну, и по моим карточкам, соответственно, как бы, вот такой вот бой, 29-28, Джессика одержала победу, ну, а далее, соответственно, единогласно, 29-28, 29-28, 30-27, Дженнифер Майя, отличное судейское решение, ну, я даже, видите, я даже сейчас бомбить не буду там, потому что у меня, по большому счету, как бы, ну, на этот бой вообще нихуя не стояло, дело не в ставках, дело в том, что, как бы, как обслуживаются поединки, как они должны судиться. Ну, а 30-27 нарисовал наш небезызвестный дружок Салдамата, как бы, вот этот старый хер, которому просто пора уже завязать с этим видом спорта, ну, и та же самая Аделейда Бёрд здесь тоже отметилась. Я напомню, что Аделейда Бёрд это та судья, которая в свое время зашкварилась в боксе так жестко, что ее просто выпиздили и сказали, что она не будет больше там работать на значимых поединках. Это было в 17-м году в бою Геннадия Головкина и Альвареса, где она, соответственно, подала победу Альваресу. Ну, как бы, достаточно спорно причем, да? Вот, там, по-моему, еще какие-то были эпизоды, но неважно. И после этого она мигрировала в ММА, и, как видите, здесь зажигает по полной программе. Вот так вот. Ну, ладно, этому поединку уделил так много времени, потому что, действительно, решение было достаточно странным. Вот, а далее, в общем-то, что у нас происходит? Дальше у нас поединок в среднем весе. Диркус Дуплесис против Тревена Джайлса. Если вы, соответственно, следите за моими ресурсами, то вы видели уже те прогнозы, которые я опубликовал, именно результаты. Вот. Вот, здесь получается, я давал первую ставку в платку. Если вы посмотрите на коэффициенты, то вы заметите, что я отошел от этой стратегии. Коэффициенты обязательно выше двушки. Я просто выбираю те варианты, которые мне кажутся хорошими по проходимости. Даже если КФ, например, там 1.8-1.9 в этом диапазоне. Ставок может быть, например, в платке там не 3-4, а может быть даже и 5. Но я буду просто варьировать проценты от банка. Где-то там 2 забирать, где-то 2.5-3 и так далее. Здесь, в этом карте, я взял 3 именно в платку Ординара по пинке. Если вы можете посмотреть, вот они, соответственно. И первый из них это был победа Диркуса и Дуплесиса. Тут все достаточно просто, несмотря на всю свою корявость, потешность. Достаточно сомнительные скиллы в стойке в плане того, как он защищается. Все равно для меня он является бойцом. Который что-то может, умеет и главное хочет. А с другой стороны мы имеем Тревен Аджайлса, который ни хера ни на что более вообще, в принципе, давно уже не способен. Который умирает по кардио, у которого Винстриг из трех побед был образован исключительно из-за того, что просто ему повезло. Джеймс Краус на однодневном уведомлении. Не из этой весовой категории, которая просто приехала на туре угловым побыть там, да, одного из своих бойцов. Бион Льюис, который сам умирает еще хуже, чем Джайлс в третьем раунде. И Роман Далидзе, который на данном этапе своей карьеры способен только прижаться и чишками к чужим потным булкам. И в такой позе, да, тусоваться с ним 15 минут. Ну, то есть, вот, собственно, и три победы Тревену Джайлса. В остальном, как видите, когда он получает более или менее хотя бы чуть-чуть меняемого бойца с 2019 года, для него это оборачивается досрочным поражением. Так что, как-то так. Илья Тапурия, Райан Холл. Ну, конкретно в этом поединке, конечно, ну, это был, откровенно говоря, мисс матч. Тут по-другому это не назовешь. У меня были мысли по поводу ТМки на Тапурию. Вот, но тут я просто немножечко постараюсь процитировать себя самого из подкаста для клиентов. Короче, я объяснил просто ребятам, кто такой Холл, ну, для тех, кто не в курсе. И что, допустим, вот в том же самом поединке с Греем Мейнердом, он банально кидал ножку и сам падал на жопу. Кидал ножку, сам падал на жопу. То есть, как бы, нанося какой-то, типа, а-ля удар, он сразу же, там, сам себя перемещал вниз, приглашая своего оппонента туда, да, типа, иди ко мне. Естественно, Мейнерд к нему не шел, понимая, что там Холл опасен джитсу. И в итоге мы такую клоунаду наблюдали просто три раунда. Как он бьет, падает, бьет, падает, бьет, падает. И рефери никаким образом в эту, как бы, хуйню не вмешивался. Позволял этому цирку происходить дальше. И здесь я просто объяснил, что досрочка, вероятно, если бой, конечно, будет идти больше в стойке, вот. Но при этом, если Холл будет чудить вот такую хуйню, Тапури просто на уровне, как и Грей Мейнерд, подумает, а зачем мне туда лезть? Хотя, на самом деле, у Тапури, естественно, и борьба, и грэплинг на очень хорошем уровне, и он там мог бы поконкурировать с Холлом. Но вдруг человек не захочет рисковать, типа, зачем? И тогда мы будем опять эту клоунаду ебучую наблюдать, особенно если рефери будет долбоеб в клетке в этот момент. Рефери, кстати, забегая вперед, скажу, был и долбоебан, на самом деле. Ну да ладно. Ну и по факту, да, мы вот почти весь первый раунд вот такую дичь наблюдали, где чувак там что-то кувыркается вниз, что-то куда-то лезет, что-то цепляется, что-то кинул, упал. Вот. Ну, благо Тапури оказался молодец, он и в таких ситуациях не сплоховал, и в определенный момент смог, соответственно, добить Холла. Молодец, красавчик. Единственное, что хочу отметить, здесь опять-таки парик подарил коэффициент 1.85 на Тапурию, почему-то открыл в лайве, я не знаю почему. И я как бы написал об этом даже в Телеграме в канале, именно в канале, не в чате, даже в канале, что, ребята, берите Тапурию за 1.85 на парике, это подарок года. Ну, реально, потому что, ну, это все, это пиздец, это настолько, блядь, не отбеливо больный кэфф на Тапурию, что просто. Понимая все нюансы, что парик может не рассчитать, парик может дать возврат, там все на свете, тут же полетели скрины в чат от ребят, кто забирал. Ну, на сплете есть такое правило, если ты хочешь о своей ставке сказать после боя и так далее, там, да, то нужно, как бы, если ты ставку-то сделал, скрин закинуть. За скрины после турнира, после боя, как бы, человек получает бан, если не кидал их заранее. Реально, забирали все и всем рассчитали. То есть, ну, как бы, ну, это реально подарок, просто подарок. Парик решил подмахнуть, как там Андрюха в голосовом чате говорил, что лайвера уже уволили, выебали, выкинули нахуй, потому что на этом турнире это был не единожды заплет. Но здесь вот конкретно вот так вот подмахнули, поэтому я, как бы, и не расстроен, что, там, да, ТМ-ку, там, не брал и так далее, потому что, ну, просто Тапури за 1.85, это... Как бы, это с лихвой все перекрывает все упущенные возможности. Так, что у нас там дальше было? Так, 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 ну, Перейро, Ника Прайс, ну, стрёмный бой, один сдох, второй сдох, там, и так далее, там, Перейро, короче, в итоге все-таки первые два раунда забрал, у Ника Прайса были шансы первой на входе в третьем раунде, но уже сил не было, чтобы там как-то финишировать Перейро. Ну, реально, для меня оба бойца на достаточно низком уровне, оба бойца находятся на том этапе карьеры, когда им на самом деле, по факту, ничего хорошего и топового не светит. Вот, и, мягко говоря, там тоже был, собственно, только один подарочек, по-моему, после второго раунда на Перейро в Лаве давали то ли типа 1.4, то ли 1.5, при условии, что два раунда было уже точно за ним. Ну, вот, так что, ну, тоже, там, кому по кайфу, те забирали. Но эту рекомендацию, по-моему, даже не ту, ну, как видите, такой рекомендацион кидал в чат для клиентов, по-моему, что-то такое было. Ну, здесь больше даже говорить особо нечего. Макс Гриффин, Карл Скандит. В этом поединке в определенный момент казалось, что Карл Скандит сможет перевернуть ход боя. Во втором раунде он начал идти вперед, атаковать. Макс Гриффин больше отстреливался на задней передаче. Ну, как оказалось, это больше был такой ход на хитрость. В плане он, там, отдохнул маленько во втором раунде, подостановился. Появились силы на третий. В третьем уже уверенно, абсолютно доработал. Забрал победу ненагласным решением. Но это был абсолютно бессмысленный матчап на бумаге. Карл Скандиту вообще не стоило возвращаться опять в бои. Ну, какой смысл? Но Макс Гриффин просто мешка кусок. Которому, опять-таки, выступать, наверное, лучше не стоит. Потому что бои его, откровенно говоря, парашные, позорные, неинтересные. Да и сам он уже давно-давно ничего не претендует. Следующий бой, конечно, вызвал достаточно много бугурта. Я напоминаю, что Шону Майли получил поединок по сопернике на коротком давлении Криса Мунтинье. И здесь Мунтинье. И вот этому Мунтинье нужно реально сказать респект. Потому что, несмотря на короткое уведомление, несмотря на то, что он явно слабее по уровню, чем у Майли и так далее, он пер вперед весь бой. Он шел, он атаковал. Он пропускал очень много в ответ. У него в определенный момент уже просто лицо начало расползаться. Но он, тем не менее, продолжал идти вперед. И нет, и нет. А доносил свои колотушки до головы Шону Майли. То есть, реально, да, наносил ему некий ущерб. И поэтому поединок нельзя было даже назвать прям совсем односторонним. Потому что, реально, первым номером работал Крис, и ему удавалось атаковать своего оппонента. Далее происходит странная хуйня, блять. Херб Дин, самый хреновый рефери в мире, откровенно говоря, устал просто его зашквары, ну, реально перечислять. Вот, ну, просто каждый бой, фактически, к нему, ну, почти каждый бой возникают какие-то вопросы. Конкретно в этом карте по бою вот этому и по бою Конора с Парье есть, соответственно, моменты. Так вот, что касаемо этого боя. Ну, если вы смотрели, то вы видели, что Херб Дин остановил бой, там, за 20 с чем-то секунд до конца третьего раунда, непосредственно конца поединка, когда Крис Мутини пошел в атаку, пропустил серию в ответ. Но эта серия закончилась, и он сам начал контратаковать. Херб Дин мешался. То есть, зачем? Человек прошел уже почти всю дистанцию. Он шел вперед, он пытался урвать свою победу, пытался ее найти, он бился до конца. И ему по факту уже мало что угрожал. То есть, бой уже заканчивался. То есть, как бы, что, нахуя, зачем? В чем логика этой остановки? То есть, кто-то там что-то в комментариях писать начал тоже там в чате. А может быть, он заботился о здоровье бойца? Если бы он, блядь, заботился о здоровье бойца, он бы не выпустил его на третий раунд. Какой смысл останавливать за 20 секунд до конца, если там не было нокдауна? Он не упал. Он защищался, блядь. То есть, как бы, он был на ногах, он был в сознании, он был в чувствах. Какой, блядь, смысл? Чтобы у Шона Мале была очередная там победа досрочная или что? То есть, ну, как это объяснить? Это никак нельзя объяснить. И, собственно, если вы почитаете, например, Твиттер в тот момент, да, что писали бойцы, да, даже что тот же самый Риэль Хильвани написал, что это хуевая остановка. То есть, все люди, которые более или менее хотя бы чуть-чуть причастны к ММА, они понимают, что эта остановка очень плохая. Вот если хочется просто матом выразиться, но эта остановка, она не стоит вообще, она вообще бессмысленная, блядь, абсолютно. Ладно бы, если бы это было в стойке, когда Крис Маутини, например, находился бы у сетки, и то есть Шона Майли его атаковал, и там вот он закрылся. У него нет возможности там уйти сместиться, он стоит просто в защите, да, там, пассивный, глухой. Я это могу понять, но когда, сука, ты двигаешься в стойке, ты бьешься, и тебя, блядь, тебе бой останавливает, что это, блядь, такое? При этом вспомните этого же ёбаного Дина, я просто даже вот, я не буду вспоминать все его за шкварок, у них миллион. У него просто в голове вот так вот появился момент, просто вот только сейчас, я о нем не вспоминал даже ранее. Вспомните бой Родригес против Рибас, где, по сути, Родригес нокаутировала нахуй Рибас, она упала, что-то там встала, и даже, ну, даже Родригес не пошла ее добивать. Она что-то встала там, шатаясь, ну, по сути, как бы, блядь, баба в нокауте, да, и Родригес смотрит, ну, типа, на Дина, а что, на Дина, продолжай, типа, бей, типа, а хуй ты встала? И она пошла ее дальше пиздить, естественно, да, сразу же опять в никакашку нахуй, и Дина такой, а ну все, блядь, да, все, остановка. Чем это, блядь, можно объяснить? Чем? То есть, ну, как бы, я не хочу тут про какие-то доги пиздеть там, да, или что-то еще, но это абсолютно бессмысленная хуйня, если по логике правил, событий, происходящего и так далее. У этого может быть какая-то логика, но подковерная. И я еще раз повторяю, Херб Дин на данный момент, кто-то считает его там самым опытным, умным, там, не знаю, шарящим рефери, но по факту это самый зашкварный пидорас, блядь, который заходит в октагон. И вы поймите, есть люди, которые примерно на одном же уровне компетенции с ним находятся, которые ничуть не лучше, чем он, и даже, возможно, хуже из тех рефери, которые работают, но он просто очень регулярно, блядь, появляется в октагоне. То есть, он работает больше, сука, других, и он постоянно, блядь, мелькает, и он постоянно творит хуйню, он заебал, просто вот, если по-русски. Ну, об этом, ладно, об этом, собственно, ну, Шона Майлик, говна кусок, просто, блядь, ну, не боец в плане топового уровня, нахуя из него лепить, блядь, то, чем он не является. Вот, откровенно говоря, зачем, блядь, зачем он там пиздит, что-то там на Яна, на Стерлинга, на кого-то там еще, нахуя? Друг, тебе дали на кротком уведомлении мешка, блядь, ты на задней передаче на джебе бегал, нахуя, на часы смотрел. Дерьма кусок. Ладно, пляшем дальше. Женский бой Реналдона Яна Куницкая. Ну, здесь, на самом деле, я тоже, если вы видели результаты, ставил на Куницкую, и я на нее, в принципе, я, в принципе, давал ей шансы на победу предварительно, еще до процедуры официального взвешивания. После вешалки, когда я Реналдона провалила ее, и я видел ее форму, мне показалась ставка на Куницкую еще более разумной. Ну, а по бою, что я увидел? Полное отсутствие геймплана, бездумное ведение боя, проебанный нос на первых же минутах, и непонятно, зачем было вообще выходить. То есть, просто вышло непонятно зачем. То есть, типа, как будто бы она не видела ни одного поединка Алданы, как будто бы она вообще не готовилась, не работала, не нарабатывала какие-то фишки, движения, нюансы, геймплан. То есть, просто согнала вес, вышла, там, непонятно против кого, против, абсолютно no name какой-то женщины, да, не понимая, что она будет делать. То есть, вот примерно так это выглядело. Так что, ну, такое бывает, заплеты у бойцов, но тут ответить, собственно, и нечего. Досрочное поражение, есть досрочное поражение в первом раунде, все. Перспективы Куницкой туманны, перспективы Алданы, несмотря на победу, тоже пиздец какие туманны. Так что, бой ради боя, ну, по большому счету, он ни на что в дивизионе, ну, по крайней мере, серьезно не влияет, как мое мнение. Так, ну, Тайту и Васа, Грэг Харди, бой тяжеловесов, на него я, собственно, ничего не забирал, потому что здесь могла быть как ТМ, так и ТБ, так и победа одного, как и другого, по крайней мере, так на бумаге это выглядело. Один, как бы, да, там, заплетный тип умирающий, второй умирающий астматик, то предполагать здесь было крайне что-то сложно. Но Тайту и Васа показал, что хреновый боец все-таки лучше, чем просто не боец Грэг Харди. Вот, собственно, и все. Как бы, досрочное поражение от Грэга Харди, чуть больше, чем за минуту, Тайту и Васа пошел пить со всех башмаков стадиона, вот, очередную блевотную вот эту серию нам подарив фотографии, роликов, нарезок и прочего дерьма. И, собственно, больше тут сказать нечего, лучше забыть нахер этот турнир, вернее, этот бой, вот, и перейти к камейн-ивенту этого турнира. Камейн-ивент этого турнира, бой в полусредней весовой категории, который носил такой типа а-ля претендентский характер. Если бы Стивен Томпсон победил, откровенно говоря, сложно было бы не представить его претендентом на титульный поединок. То есть, достаточно интересно, на бумаге был бой. Многие считали, что у Стивена Томпсона шансов на победу больше, чем у Гилберта Бёрнса. Это было отражено в том числе и на коэффициентах. 1.6 на него давали на закрытии, там, в среднем где-то с копейками. Я же на этот бой забрал просто то, что он дойдет до решения. То есть, при всех прочих нюансах мне казалось, что тут и Стивен Томпсон сможет на дистанции работать, аккуратно перетыкиваться, да, без какого-либо особого риска для себя. Да и Гилберт Бёрнс, скорее всего, там, если что-то и сможет, то не будет прям сильно обострять, там, что-то подобное делать, там, как-то, да, рисковать. Вот. Ну и, по идее, так оно и получилось. То есть, бой, в принципе, прошел в стойке. Вот он более-менее диктовал Томпсон. Далее у Гилберта Бёрнса начались получаться переводы. Я слегка в этом моменте заволновался. То есть, ну, когда там Бёрнс кого-то переводит на землю, понимая уровень джиу-джитсу, ты понимаешь опасность этих ситуаций. Но я об этом даже вот написал во время турнира, во время трансляции. Сейчас вот скажу. Так, сейчас, как тут это описал-то, 5 секунд. Первая минута, тра-та-та. Бёрнс, вот, по поводу тейкдауна. Бёрнс максимально плотно прижимается к Томпсону, акцентированных ударов не наносит. То есть, когда он его перевел в первом раунде и просто прижался к нему, вот максимально корпусом стало понятно, что человек, в принципе, на досрочку не настроен. То есть, ему это не интересно, ему это не надо. Вот. И, как бы, я вообще успокоился, больше не переживал. ТБшку завезли в итоге. Все отлично, все супер-классно. Вот. И... Да тут, по большому счету, больше добавить нечего. Стивена тут просто был вопрос такой вот от Ивана, короче, в чате к пацанам. Не ко мне просто, типа, ребят, типа, как так, типа, что стало причиной? То, что, типа, Стивен Томпсон старый? Или то, что Гилберт Бёрнс, как бы, не так уж, типа, и лох? А по факту тут реально 50 на 50. Да, и постарел Стивен Томпсон, где-то уже не хватает тайминга, скорости и прочего. Ну, а Гилберт Бёрнс действительно не такой уж и лох. Собственно, вот вся история. Ну, Гилберту Бёрнсу сейчас титульный поединок не светит, поэтому тут, как бы, обсуждать его перспективы как-то бессмысленно. А Стивен Томпсон, более-менее, если с ударниками его сводить, еще способен перелопатить полдивизиону. Такая ситуация. Ну, и, собственно, мейн-ивент этого турнира. Дастин Парье против Конора Маггравера. Что я хотел бы сказать? Ну, я, в общем-то, на этот бой записывал подкаст предварительный с прогнозами там, да, где писал свое видение этого боя. Потом я там попиздил с радио «Зенит» в прямом эфире, там, созвонили с ними, они зовут меня иной раз там, да, на 10-минутные такие разговорчики. И потом записал окончательный подкаст после процедуры официального взвешивания. При этом еще заранее там в Твиттере писал, в Телеграме писал и в подкастах объяснял, что вам проще посмотреть разбор этого боя на UFC 257, где я давал прогноз, потому что, как я объяснял, за полгода вряд ли что-то поменялось и вряд ли поединок пойдет по какому-то другому сценарию. Единственное, что я отмечал, ну да, действительно, ставка на ТМ, она как и там, так и здесь имеет место быть. То есть там забирали мыться, получается, с ТМ полтора, то есть то, что бой закончится в рамках двух раундов за коэффициент два с копейками, так и в этом бою, соответственно, ставка была основная на то, что бой опять-таки завершится в течение двух раундов опять за два с копейками. То есть, ну, это и там была основная ставка, и здесь была основная ставка. И как бы мне по этому подкасты, я сам потом послушивал, они получились такими скомканными, невыразительными, непонятными, но как бы, а что тут, блядь, еще скажешь, если и там, блядь, было все сказано. Разбор, потом обзор турнира, все по моментам, туда-сюда, и что, блядь, опять это все пересказывает, ну, как-то так себе. Поэтому, ну, все-таки, подкасты были, прогнозы были, объяснил. Единственное, здесь нюанс в чем? Я пытался еще что-то придумать, я это в подкасте тоже уже тоже обрисовал, придумать как-то, возможно, какие-то дополнительные варианты подобрать. То есть, там, допустим, была ставка на ТМ основная, плюс я давал ординарам также ставку на то, что бой закончится именно во втором раунде, и давал Парье с Абом. Предполагаю, что если бой затянется, ключи для победы появятся у Парье, но он, скорее всего, если победить досрочно, то победит с Абмишином. В итоге я победил кого-то, но это была самая последняя и самая меньшая по процентам ставка. Основная, как бы, две основные перекрыли, естественно, там, несколько раз по этому похуй. Так вот, здесь я пытался что-то придумать, и в подкасте выразил свою мысль, что если там я ставил, как бы, на то, что поединок, скорее всего, закончится во втором раунде по тем или иным причинам, да, то здесь я предполагал, что, скорее всего, бой закончится именно в первом. Вот, то есть было у меня такое видение, и это билось с тем, что, как бы, скорее всего, Конор, если хочет победить, то он понимает, что у него есть возможность победить только в первом раунде, и то, если он пойдет сам работать в стойке, навязывать какие-то размены, и из этих разменов выйдет победителем. Вот. И плюс у Парье, на самом деле, если Конор по-прежнему, да, будет говнить и куньей заниматься, как бы, ключи для победы для досрочной появятся уже в первом раунде. В итоге получилось так, как получилось. То есть, что хотел бы я отметить? Конор, ну, пожалуй, точно все. То есть, если вы вспомните, то в первом раунде, в первом поединке, ну, как во втором поединке полгода назад, Парье сам был инициатором того, чтобы пройти в ноги, перевести Конора, там, и так далее. То есть, он пытался избегать работы в стойке с ним. Здесь, если же вы посмотрите, то Конор Макгрегор, попав пару раз и пропустив в ответ, сам пошел, по сути, к нему в клинч. То есть, он сам, Конор, отказался от работы в стойке с Парье. Он не захотел больше размениваться с ним ударами. И в итоге, в общем-то, все. Как бы, попая за этим, последовал перевод. Была, конечно, попытка гильотины от Конора Макгрегора абсолютно бездумная. Ну, то есть, все вот, когда вот мы сидели, смотрели, ребята, кто в чате именно говорит, все такие, типа, блядь, ну, нахуя ты его душишь? Ты же, блядь, не сделаешь этот прием, только сейчас время проебешь. Блядь, руки забьются, нахуя? Ну, по факту, реально, это так выглядело. То есть, Конор просто как-то тянул время, не хотел, да, там, как можно дольше хотел тянуть в момент, когда Парье освободится, начнет наносить удары, там, выходить на какие-то позиции. Вот. Но, по факту, что хочу сказать по поводу этого поединка. Херб Дин, хуесос конченный, остановил бой там за 20 с чем-то секунд до конца в поединке Омайли и Мутини. То есть, тогда, когда не было ни нокдауна, ни потрясения, не закрылся боец. Наоборот, шел вперед, атаковал и даже прямо в моменте, когда Дин останавливал, там, да, когда мешался, он пропустив до этого серию, сам наносил удар. Здесь Конор Макгрегор падает, причем явно видно, что падает не просто так. У него какая-то проблема, блядь, с ногой. Все это поняли. Если вы видели, то даже Парье вперед не сразу рванул. Дину похуй. Парье начинает забивать Конора Макгрегора. Конор закрывается. Дину похуй. То есть, там ты, блядь, за 20 секунд до конца боя, блядь, когда уже все, бой заканчивается, ты останавливаешь. Здесь, когда вы с бойцом явно что-то не так, и он уходит в глухую защиту, ты не останавливаешь. И все это, блядь, в одном карде. Все это, блядь, в одном карде. С разницей буквально там несколько поединков. Дин, у тебя что, блядь, мозг рыбки нахуй? Ты забываешь то, что ты делаешь, блядь? У тебя вообще никаких причинно-следственных связей в голове нет, блядь? Чем ты руководствуешься, когда ты, сука, обслуживаешь поединки? Монеткой, блядь? Гусями в голове, куда у тебя полетят? Я просто, ну, честно, вот, простите тем, кто слушает, вы можете сейчас выключить звук. Я в ахуе с того, что творит этот старый пидорас. У меня других слов нет. Вот. Ну, в общем-то, тут даже если бы не травма, даже если бы поединок продолжился, в любом случае, Конор Макгрегор одержал бы победу, ой, господи, да, Стен Парея одержал бы победу, он бы финишировал с большой долей вероятности Конора Макгрегора во втором раунде, вот, доработал бы, то есть, ну, поэтому я там, как бы, считаю, что за ТМку можно не переживать и не радоваться, что, ой, травма, спасибо большое, а то хуй знает, заехала бы или нет. То есть, ну, вот она, получается, в одном скрине, все ставки, вот, ТМка на Парея с Конором, получается, бесплатка. Три ставки в платке, две из них залетели, одна нет. В общем, вот такой расклад. По лайву там тоже все было интересно достаточно, рекомендации, в принципе, залетели. По-моему, ни одного боя минус не было. Там была ситуация, когда я давал, получается, Брэда Тавареса, вот, в определенный момент, когда Кэф поднялся, по-моему. Вот, потом получаю... Да, в Лаве, по-моему, мы тоже открыли что-то на него по высокому коэффициенту. Потом в определенный момент я говорю, ребят, перекрывайтесь, либо вилкуйтесь на Мария Ахмедова, когда он там за три с лишним шел. То есть, в любом случае, с того боя получился плюс. Вот, ну, Тапурия, естественно, да. И что-то там еще было, но я сейчас уже так точно не вспомню, откровенно говоря. Вот, но в любом случае, турнир получился плюсовой, неплохой, эмоции подарил, как и яркий, так и не очень. За не очень, опять-таки, спасибо судьям. Вот, опять-таки, ну, достаточно такая стремноватая сплетуха у Тавареса с Ахмедовым. Непонятный десижн поединке Майи против Ай. Ну вот, с Пирейли, с Прайсом, там все понятно, все в порядке, все хорошо, там, да. Гриффин, Кандид, в принципе, тоже более-менее вменяемый. Бернс, Томпсон, Томпсон, да. Хотя там, знаете, там был заплет по карточкам. Был заплет по карточкам. Я сейчас не вспомню. В каком-то поединке, сейчас даже вот посмотрим. По-моему, вот здесь, у Тавареса с Ахмедовым. Да, вот если вы посмотрите, например, двое судей, которые отдали победу 29-28 Таваресу, может сложиться впечатление, что они типа одинаково отработали бы и увидели одинаково. На самом деле нет. Первый раунд один судья отдает Ахмедову, второй отдает Таваресу, второй раунд один отдает Ахмедову, второй отдает Таваресу. То есть у них абсолютно зеркальное было мнение касаемо первых двух раундов. То есть не зеркальное, абсолютно разное. Ну, чтобы вы понимали, да, в чем бывают нюансы. Вы смотрите очки, вам кажется, ну вот, как бы все по делу. То есть двое судей, как бы, да, отдали, в общем-то, 29-28, то есть как бы, ну, единогласно. То есть для тех, для адептов, да, там, веры в Тавареса, что он там разыбал Амрия Ахмедова. А по факту, если вы посмотрите на конкретные очки, то вы увидите, что они в раундах абсолютно противоположного мнения. Если бы тот бой обслуживали условно, там, два, не знаю, Эрика Коллана, то вы увидели бы там 29-28 в сторону Амрия Ахмедова, там, на всех трех карточках. Ну, Рон Маккарти плюс там два Эрика Коллана. То есть, ну, вот такой примерно расклад. Вот. Ну, имеется в виду... Так, 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 нет. Ну, короче, вы поняли меня. Я, сорян, 5 утра, сорян. Ну, вы поняли, да, то есть как бы, что здесь не одинаковое видение боя у судей. Примерно такой расклад. Вот. Я сегодня еще попозже попытаюсь найти время. Ну, в любом случае, я его найду, скорее всего. Запишу подкаст на предстоящий турнир UFC. Ну, вот, то есть, во-первых, у нас вообще неделя ожидается достаточно плотно. Здесь и Беллатор, здесь и ЛФА, здесь КСВ. Там, по-моему, что-то еще будет. По-моему, ACA. Короче, будет над чем поработать. Будет над чем подавать ставки. Там будет как и платка, так и бесплатка. Вот. На UFC Vegas сделаю разбор одного поединка. Пожалуй, сам какой-нибудь выберу, потому что здесь, ну, прям такие себе мачапчики, откровенно говоря. Вот. Что еще хотел бы отметить. Да, по большому счету, все. То есть, подкасты для клиентов запишу сегодня. Разбор одного поединка бесплатки на UFC запишу сегодня. С остальными турнирами буду разбираться по мере открытия линии. Вот. Так что, как говорится, ждем. Будет день, будет пища. А вам всем хорошей недели. Пока-пока. Пока-пока.